1 ноября был проведен первый чемпионат Европы по версии М1. В 98-м году состоялись уже два чемпионата Европы. 99-й – первый чемпионат России и мира. «Миллениум» был отмечен чемпионатами СНГ Европы и мира. 2001-й год открыл серию турниров «Россия против всего мира». 2002-й – российские бойцы продолжают победную серию. 2003-й – международные турниры дополняются матчем «Россия-Украина». В 2004-м году уже 8 турниров. Чемпионаты Северо-Запада, России, схватка со сборной Украины и международные гран-при в двух весовых категориях. Новые форматы в 2005-м году. «Интернешнл файт-найт» – турнир «Новая кровь». «Россия против Франции». Гран-при в легком весе. Шесть турниров в 2006-м. Год 2007-й. М1 увеличивает масштабы своей деятельности. Турнир «Россия против Кореи» в Сеуле. Первый в России турнир с участием Федора Емельяненко. Первая битва на Неве. В 2008-м «Лига М1» реорганизуется в М1 Global. Запущен беспрецедентный международный проект. Командный чемпионат мира М1 Челлендж 2008. Десять команд. Одиннадцать турниров в восьми странах. 2009-й год стал рекордным в истории компании по количеству мероприятий. Проведено десять этапов национального командного чемпионата М1 Селекшн. Девять турниров в рамках командного чемпионата мира М1 Челлендж, в котором приняли участие уже 16 стран. В десятом году национальный отборочный чемпионат Селекшн преодолевает границы России. М1 Global начинает поиск молодых талантов по всему миру, организуя селекционные чемпионаты в Восточной и Западной Европе, Азии и США. К концу года проведено 15 турниров. В этом же году в Сочи прошел открытый чемпионат Европы. В качестве почетных гостей присутствовали Владимир Путин и Федор Емельяненко. Серия номерных турниров Челлендж продолжается в одиннадцатом году. Четыре грандиозных мероприятия в Москве, Петербурге, Астрахани, Уфе и четыре совместных проекта с ведущим американским телеканалом Шоу Тайм. Титул чемпиона мира по версии М1 Челлендж становится одним из самых престижных в мире ММА. Впервые в России турнир по ММА собирает 22 тысячи зрителей. Юбилейный 2012 год отмечен турнирами Челлендж в Москве, Петербурге и казавшимся невероятным праздником смешанных единоборств в горах Ингушетии, а также историческим поединком Федора Емельяненко против Педро Хизо. 2013 год. Гран-при тяжеловесов собрал сильнейших бойцов элитного дивизиона. Проведен первый турнир из серии «Битва в сердце континента» в Оренбурге. Невероятные по накалу поединки прошли в городах Сургут и Тула. В 2014 году М1 приходит в Казахстан и Китай, завоевывая сердца азиатских фанатов. В августе того же года Санкт-Петербург становится свидетелем сенсационной победы Марчина Тебуры на юбилейном М1 Челлендж 50, совпавшим с 50-летним юбилеем президента организации Вадима Финкельштейна. 2015 год. Первый в истории Грузии крупный международный турнир М1 Челлендж 55 памяти Гурама Гугинишвили. Традиционное мероприятие в Петербурге, Москве, Оренбурге, Ингушетии, а также захватывающие поединки в дни Формулы 1 в Олимпийской столице России. 2016 год. Стал временем настоящих сенсаций. Эпические идеологии Шлеменко-Василевский и Кунченко-Абдулаев. Ярчайшие поединки Александра Волкова. Первый турнир в гостеприимном Баку. Юбилейная битва в горах. Традиционная битва нартов и многое другое. Юбилейный, 17-й год, явил миру ММА невероятную эстафету турниров. Петербург, Москва, Назрань, Сочи, Оренбург, Харбин, Хельсинки, Казань. И еще несколько мероприятий впереди. Оборачиваясь назад, мы можем с гордостью сказать. 20 лет, сотни турниров, десятки зажженных звезд, официальное признание вида спорта в России. И это не предел. Мы только разогреваемся. М1. Оставайтесь с нами. М1. Оставайтесь с нами.